Прошедшая неделя вроде бы принесла Беларуси сразу шесть олимпийских лицензий и теперь их по нашим подсчетам 35. Международная федерация тенниса допустила Арину Соболенко, Викторию Азаренко и Александру Соснович по рейтингу, а пятиборцы Мария Гнечик, Анастасия Прокопенко и Максим Марук тоже по этому же принципу могут рассчитывать на игры. Но в субботу пришли плохие новости, связанные с особенностями ситуации с этим нейтральным статусом. МОК подтвердил первые 11 фамилий атлетов из нашей команды, которым открыта дорога в Париж. Однако в этом списке нет Ванессы Каладинской, Ирины Курочкиной, Кирилла Москевича и других фаворитов из мира борьбы. Аналогичная ситуация и у россиян, то есть некая комиссия сознательно выкашивает потенциальных медалистов. В такое время живем. Не физические возможности человека сегодня являются приоритетом на спортивных аренах. Взять наших легкоатлетов. Они тоже среди тех, кто с лицензиями останется дома. Нормально надо готовиться к Олимпийским играм, а ты еще волнуйся, в список попадешь в этот или нет. Это очень тяжело психологически для спортсменов и, конечно, это выбивает на дальнейшие результаты. Не могу сказать, будут ли они в этом списке, но я надеюсь, что все-таки наших гребцов допустят. В Олимпийские игры для спортсмена самое важное соревнование и каждый хочет показать лучший результат. Легкая атлетика, да вообще даже, мне кажется, 90%, что не поедет вообще на Олимпийские игры. И это единственная душа, на которую на данный момент легкая атлетика получает. Я не знаю на следующий олимпийский цикл, процентов 90, что нет. Нет. Возраст компонентательницы у нас Шпатакова, которая рекордсменка мира до сих пор, она завершила карьеру в 42 года. Но не знаю, смогу ли я выдержать вот такое вот. Ну, чуть-чуть тяжеловато на самом деле. Без соревнований, потому что я почувствовала, я поездила по этим заграницам, удовольствие от этих перемещений. Сейчас ты как бы просто ограничен Россией, да и то, слава богу, что ограничена. С прошлого года мы хоть и Россия выступаем, но посмотрим, поживем, посмотрим, как говорится. Мы знаем, что прямо сейчас сформирована рабочая группа в Международной Федерации легкой атлетики. Какие есть ли новости, как идут там совещания, знаю, что они проходят. И мы на связи, созваниваемся, наша федерация. Чем можете поделиться? Абсолютно никаких положительных результатов у нас нет. Последнее заседание прошло 7 июня, и никаких каких-то таких существенных подвижек в этом вопросе нет. Но все равно мы живем надеждой. Потому что у нас выполнено много олимпийских нормативов. У нас есть много олимпийских нормативов, и ребята достойно могут представить себе. И прошел чемпионат Европы, и наши ребята, если сравнивать результаты, могли бы быть в призерах и победителями даже чемпионата Европы. Это спорткадр. Здравствуйте и смотрите сегодня в программе. Если посмотреть качественный состав, то здесь есть участники и олимпийских игр в Париже. Белорусы лопатой гребут драгоценные металлы Игр Брикс, но хотят более статусных соревнований. Прогресс не замечают все. Самый титулованный гребец в Беларуси работает на Китай и воспитывает сына биатлониста. У нас здесь куча вопросов. Престоличный клуб находится в предвкушении первых в своей истории профессиональных еврокубков. С кем пойдут? Старый свет. Судар, плот, вынос своего шоу. Ой-ой-ой, какой гол! Столица, чемпион Беларуси или почему ВРЗ проиграл восьмой финал подряд? Около пяти тысяч атлетов из девяносто трех стран, которые разыгрывают около четырехсот комплектов наград. Сами понимаете, пока мы здесь подводим итоги прошедшей недели, в это время в Казани белорусы завоевывают новые награды. И считать их лучше тогда, когда форум завершится. В программе игры 27 видов спорта. Белорусская делегация – одна из самых многочисленных, около четырехсот атлетов. Для многих национальных команд старт в Казани главный в сезоне, поэтому они стараются максимально. Кристина Камыш работает на играх БРИКС и оценивает международную обстановку в спорте. Будем честны, лишь ярые фанаты пристально следили за играми стран БРИКС прежде. Форум проводится с 2016 года и неизменно в стране председатели организации. Бывало, что турнир состоял из всего одного вида спорта. Случались отмены старта из-за пандемии COVID-19, пробовался даже онлайн-формат состязаний. Однако с пятыми юбилейными играми БРИКС в Казани все по-другому. Расширилась программа форума. Представлено 27 видов спорта, из них 18 – олимпийские. Организована деревня атлетов, где гости живут, питаются, общаются и развлекаются вместе по вечерам. Между объектами, а задействовано 17 площадок, курсируют шаттлы. На состязании в совокупности прибудет более 4,5 тысяч человек из порядка 90 стран. Здесь проводятся настоящие честные соревнования на равных, без политики какой-то дополнительной, которую мы сегодня наблюдаем на международной арене. Судейство абсолютно понятное и честное. Все спортсмены, они почувствовали гостеприимную дружественную обстановку. Мы на помосте соперники, но когда мы спускаемся с помостом, мы братья и сестры, у нас нету национальности, мы все спортсмены, тяжелоатлеты. Их надо проводить, и они нужны для спортсменов, для тех ребят, для тренеров, которые сегодня занимаются спортом. Надо бороться и на олимпийских играх, и на чемпионате мира, и на чемпионате Европы. Но если они не ходят, то те же ребята здесь участвуют, те же спортсмены. Никто не собирался и сейчас не пытается противопоставить Игры Брикс Олимпиаде. Это просто еще одна возможность для всех желающих посоревноваться. Хотя, безусловно, масштаб событий в столице Татарстана нервирует мировые спортивные структуры. МОК призвал планету бойкотировать Игры Брикс. При этом прежде к данному форуму в швейцарской Лазанне относились довольно флегматично. Но сборные приехали, преодолев огромные расстояния. Допустим, команда Бразилии добиралась более суток. Я чувствую себя очень хорошо, это здорово. Другая страна, мне все нравится. Хотя мало знаю о России. Знал, что здесь проходил чемпионат мира по футболу в 2018 году. Отобраться на эти соревнования было непросто. Я очень счастлив находиться здесь. Международное олимпийское движение ревнив относится к организации этих игр и так или иначе пытается вмешаться. Однако мы должны помнить, что эти соревнования организованы правительствами стран-членов Брикс. И мы приехали, чтобы представлять свое государство. Мы не пытаемся сделать так, чтобы это было альтернативой чемпионатам Европы, чемпионатам мира или, уж тем более, олимпийским играм. В рамках этих объединений правильно и должно проводить и спортивные соревнования. Беларусь на играх представлена во всех видах спорта, за исключением акробатического рок-н-ролла. Звезд в выездном составе, хоть отбавляй, лишь делегация страны-хозяйки больше по численности. Пока еще не сильно ясно, что будет с играми дружбы, которые планировались на сентябрь. На данный момент это важнейший старт. Мы общались с организаторами, порядка 90 стран принимают здесь участие. Мы проанализируем участие в отдельных дисциплинах. Вы знаете, она представлена достаточно широко. И если посмотреть качественный состав, то здесь есть участники и Олимпийских игр. В Париже знаем, что многие страны здесь остаются на подготовку в Казани именно уже к играм. Поэтому я не думаю, что это соревнования, скажем так, будут какие-то проходные. Что касается призовых, замотивированы ли спортсмены? Безусловно, указом главы государства предусмотрены, в том числе, вознаграждения за выступление на данных соревнованиях. Всю прошедшую неделю съемочная группа программы «Спорт кадр» собирала мнение наших ребят и девчат о форме в Казани. Если обобщить, то атлеты следуют крылатой фразе «Карпе Диим». Все классно. Мне нравится все, начиная от организации, заканчивая поддержкой, трибун, стадионом. Да даже разминочный классный стадион. Мне все это очень понравилось. Мне очень нравится, что все спортсмены живут в одном комплексе. Видишь ребят белорусов из других видов спорта и тоже заряжаешься энергетикой положительной. Вчера у нас была дискотека и включали музыку там восточную. Спортсмены танцевали, это было очень интересно. Как девочки, как парни танцуют. Потому что я лично вживую никогда не видела. Вот такое мне очень нравится, воодушевляет. И объединяет. И объединяет, да. Потому что не одна я, там очень много спортсменов тоже собрали, смотрели, улыбались. И это как-то даже немножко расслабляет перед соревнованиями. К этому моменту завершились турниры в 11 видах. В общекомандном зачете «Игрбрикс» наша сборная располагается в топе, уступая только хозяевам спортивного праздника. Некоторым удалось продемонстрировать результаты мирового уровня. Например, синхронистка Василина Хандошко в произвольной программе «Соло» стала первой, опередив россиянок, а они лидеры на планете. Гимнаст Егор Шарамков забрал три награды, в том числе золотую в вольных упражнениях с оценкой, которая позволила бы выиграть Олимпиаду. Я доволен им и вчерашним выступлением, и сегодняшним, потому что его вольные очень высокого уровня, очень высокой сложности. И он их исполнил так, что докопаться или где-то конкурентам надеяться было просто не на что. Для всех командных дисциплин «Игрбрикс» отдушина. Напомним, что Международные федерации со скрипом в нейтральном статусе, но допускают индивидуальных спортсменов к стартам под своей гидой. А вот проверить дружины в действии не предоставлялось прежде возможностей. Для спортсменок, групповичек и дуэтов это, наверное, самый главный старт сезона, потому что спортсменки не выступали нигде, кроме местных чемпионатов и чем-то России. Для них это было тоже такое фирическое выступление. Дуэты прошли отлично, акробатическая группа справилась с поставленными задачами, программы были усложнены. Несколько лет лишены международных стартов. Да, мы ездим в Россию, играем там клубный чемпионат, играем там соревнования. Но, скажем так, помериться силами с игроками, допустим, Бразилии, Венесуэлы, Индии, Ирана нам как бы не удавалось. И такой старт, это, конечно же, прекрасная возможность узнать, на какой позиции где мы находимся. Мы далеко, даже ни в конце, ни в середине, мы рядом с, скажем так, сильнейшими. Пожалуй, самое обиженное олимпийским движением сейчас – это легкоатлеты. И Международная Федерация не пускает на мировую арену ни белорусов, ни россиян на старты под своей гидой, ни под каким предлогом. Итого, короли и королевы спорта принесли нашей команде 30 медалей на играх Брикса, 9 золотых, 12 серебряных и 9 бронзовых. Было установлено 5 персональных и 9 сезонных рекордов. У нас завершился недавно чемпионат Европы в Риме, и я думаю, человек 5-6 могли бы бороться как минимум за место на пьедестале почетом. На этой соревновательной неделе уже дебютировали на форуме борцы. Ждут своего старта пловцы, художественные гимнастки и грибцы на байдарках и каноэ. А как известно, эти виды – медальные. Так что следите за трансляциями из Казани на нашем телеканале. Как уже упоминалось в начале спорткадра, некая комиссия в очередной раз проверяет три десятка белорусов с лицензиями по критериям нейтральности. И не всех допускает. Но наши люди в Париже точно будут. Один из них – прославленный гребец, а ныне тренер китайской байдарки Роман Петрушенко. Ему поставлена задача выиграть золото с азиатским экипажем. Во время краткосрочного отпуска на родине мы пообщались с Романом о текущем моменте и сыне, который собирается стать биатлонистом. Роман, я очень рад тебя видеть. Год назад мы писали интервью. Что с тех пор изменилось в твоей жизни, в твоей работе? Знаю, что все тогда в карьере, в треннице шло вверх, в подъем. Ты отвечал за женскую, за мужскую команду китайских байдарок. Расскажи об успехах китайских спортсменов в плане Олимпиады. Ничего не поменялось за этот год. Единственное, что, наверное, команда стала довольно-таки повнушительнее выглядеть. Уже не отдельный вид, допустим, как было в прошлом году женская байдарка четверка. Уже на этом Кубке мира, на последнем, и мужская себя проявила, были вторыми. Байдарочников шесть. Мы добрали еще двойку одну на азиатском чемпионате. Женскую байдарку двойку. И все. И так и осталось. Четыре мужчины и шесть женщин. То есть десять? Десять лицензий, да. Десяти видов программы? Нет, десять человек. А выступать будем уже, будем смотреть, где будем претендовать на медали, и для того, чтобы не мешало ничего. То есть в Китае вот так вот, образно говоря, вчера, начав развивать гребли, уже начинает выбирать, где претендовать на медали, а где, может, и не поедет, не заявляет. Ну да, мы, на самом деле, из-за того, что и ограниченное количество лицензий, на самом деле, на Олимпийские игры, страна не может иметь более шести лицензий в гребле в каждом виде, получается. Поэтому выбираем будем те дистанции, на которых мы можем показать максимальный результат. Хорошо. Финал Б для китайских гребцов – это нормально? Ну, для каких-то видов, может быть, и нормально будет, но тут уже вырисовывается пару видов, в которых можно завоевать медали. Я знаю, ты рассказывал, что после Олимпиады в Токио, перед Олимпиадой в Токио, китайское правительство в гребле не ставило никаких задач, но судя по тому, что на этап Кубка мира ваши команды уже заезжают в призы, я так понимаю, аппетиты подросли, уже душа сны. Ну, по сути, да. Исходя из того, что из прошлого года уже они пытаются требовать от байдарки-четверки женской пока уже золотую медаль. То есть, ну, понятно, что там дотянуться до медали в той ситуации можно. Вопрос, какая она будет, уже никто не знает. Все зависит будет от психологии в основном, потому что на самом деле готовность довольно-таки неплохая. Есть по понятию синдрома второго года. Понятно, первый год в этом приехал, тебе все в новинку, интересно, сейчас ты переживаешь опять, пережил этот опять цикл. Быть может, уже какое-то угасание психологическое есть, тебе неинтересно? Нет. То есть, расскажи, как твоя жизнь за этот год изменилась? Никак. Я же говорю, что у меня все такие же эмоции, какие были и в прошлом году, допустим, и позапрошлом. Для меня ничего не меняется. Во-первых, видно, что люди растут, и это видно по показателям, которые мы смотрим, допустим, по тестирующим. И прежде всего спортсмены, вижу отклик от них, то есть в них глаза горят, и они хотят. Тем более, первый раз четверка мужская получила медаль на Кубке мира на втором. Да, там не было очень много людей, но тем не менее, пару команд, которые будут бороться за медали, они там были. И украинцы, которые были призерами чемпионата мира прошлого года, они уступили нам. Прошу о твоих грибцах, китайских грибцах. Чем они отличаются от белорусских коллег? Насколько их, насколько чаще приходится работать с их мотивацией, над их мотивацией, заставлять приходится? Одинаково, на самом деле, психология, все же люди, все же с одного сделаны. Поэтому, на самом деле, стали увереннее вести гонки. Уже две гонки подряд, на самом деле, и Венгрия, и Польша, мальчики настолько стабильно показывают вторую половину. Раньше у них такого не было. То есть, да, они могли проиграть на старте, но и уже всплывать, образно говоря, на гонку, потому что она якобы не задалась. На сегодняшний момент они первую и вторую гонку, вторую половину идут лучше среди всех команд. Когда приезжаешь с китайцами на этап Кубка мира, ну, удивляются вообще уже результатам китайцев? Быть может, видят в тебя тренера и хотят где-то, ну, чтобы поработать, где-то поближе отрел? То, что на самом деле прогресс замечают все. То есть, медали, как говорится, если в прошлом году это была только мужская, ой, женская байдарка, то в этом году уже и мужская. То есть, у них уже, даже украинцы ко мне подходили и говорили, чем мы там кормимся, я говорю. Рисом в основном. Поэтому есть, да, есть, ну, пока предложения, как таковых никто не поступало. Я пока, скажем так, собираем информацию. Ты говорил, вспомнил украинцев. Как вообще, ну, известная текущая ситуация, общественно-политическая, отражается на взаимоотношениях между спортсменами? Никак, на самом деле. Вот я же говорю, что и наши приезжали, и я с украинцами очень много общаюсь. Для них, ну, я как спортсмен, я не выгляжу каким-то воровом или что. Есть люди, которые, да, неадекватно реагируют в той же украинской команде. Ну, либо уклоняются от общения, да. Ну, таких, на самом деле, очень мало. А в основном все позитивно относятся, то есть, ну, все спортсмены. То есть, все приходят и общаемся исключительно по той теме, к которой мы туда и пришли. Поэтому украинцам, на самом деле, очень много там было уже со стороны федерации, что они там на лодках писали свои лодинги какие-то определенные, их заставляли это убирать. Ну, я знаю, рассказывали мне, что украинцы инициировали, чтобы белорусов там не допускать, или там они в других лодках. Ну, это здоровая конкуренция. И, как говорится, убрать человека на старте гонки для того, чтобы попытаться заводевать лицензию. Ну, метод грязный, но, как говорится, почему бы и нет. То есть, бизнес – ничего личного. Да, абсолютно. Медали – это такой же спорт, как и это. Если это возможно, будут делать все методы, поэтому. Год назад ты рассказывал, что в общественных местах китайцы не дают проходу европейскому человеку. Тем более, ты блондин, длинные волосы, там наверняка фото, подержаться на счастье и так далее. Не устал от такого внимания китайцев? Вопрос другой, что мы не так часто перемещаемся и в городе. То есть, надо понимать, что выйти куда-то в город, у нас там есть определенный коллектив, хорват с нами работал. Ну, все бывшие спортсмены, да. Мы можем выехать куда-то в бар даже, ну, пиво выпить, то есть, нет проблем с этим. Но это не так часто происходит. А в основном, мы находимся все равно все на канале. То есть, и такая, я говорю, если бы не собрание, было бы скучно, а так собрание нам разбавляют, это нашу мрачную жизнь. И собрание у нас постоянное, то есть, это прям китайская тема, которую вообще надо, не надо, приходи на собрание. То есть, чтобы ты был постоянно занят. А что, вот расскажи, сколько там в неделю у тебя обычно собрание? Да, может быть, 10. Вопрос другой, что... Кто там выступает? Да все подряд. Мы обсуждаем темы, которые, по сути, даже выносительно надо просто написать в группу, кому куда идти, кому какие майки одеть. Ну, вещи, которые у нас в повседневной жизни и так все понимают. То есть, ну, не надо об этом собрание. У них это все... Хорошо. Да, да, пытаются, потому что квалификации специалистов, которые мне помогают, не всегда достаточно. Быть может, китайцы как-то изменились, ты рассказывал о том, что до 70% твоих подопечных, ну, у них неправильно поставлена техника гребли и приходится менять. Вот, поэтому такой глобальный вопрос, что изменилось в твоей жизни? Мне нравится, допустим, мне нравится работать. Я не сказал бы, что какое-то предпочтение отдаю к чему-либо, но на самом деле мне нравится тот процесс, который на сегодняшний момент получается. То есть, ну, и тот опыт, который я получил из китайской команды, на самом деле колоссальный. Вопрос другой, что там я не ограничен практически ни в чем, и была возможность много чего попробовать. То есть, да, какие-то ошибки совершали, но благодаря тому, что есть, можно санализировать все это дело и высчитать для себя лучшее. И потом уже работать только по тому, что работает, реально, детально. Это у меня уже как, это у меня уже как, то есть, не то что... Ты любишь персонал? Да, да, да. То есть, я могу доказать, что китайцы тоже такие же спортсмены, и что могут завивать медаль любого достоинства на сегодняшний момент. Они ограничены в перемещениях. Им много чего запрещают, на самом деле, это не очень хорошо, потому что психологически ты изматываешься. То есть, они замкнуты, они как в армии постоянно. Если у нас это все дело более свободно, то есть, у нас мы три недели потренировались, потом на неделю домой поехали, психологически, какая-то разгрузка, то у Китая нет. Они приезжают с одного сбора на другой. То есть, мы можем по три месяца, они ни семьи не видят, ни родителей, никого. То есть, вообще никого не отпускают. Ну, хорошо, ну, понятно, все же люди, и как-то психологически нужно разгружаться. Понятное дело, каким образом в наших широтах разгружаются. Там таким же. Там таким же. Алкоголь и Курева. То есть, ну, на самом деле, это бич. И они очень много пьют. Ну, я имею в виду, тренера. И на самом деле это... Тренера или... Ну, и спортсмены тоже. Спортсмены, я говорю, процентов 70, наверное, даже в моей команде. То, что курят, это... Вы не вручаете внимание? Ну, не то, что я, на самом деле, приучаю их к тому, чтобы это все... То есть, ну, как вам сказать, заставляю их... После соревнований делайте, что хотите. Есть определенный момент, в котором вы, ребята, должны себя держать. И держат? Ну, пока вроде да. То есть, не было нарушения режима в период подводки к соревнованиям? Не-не, ну, я стараюсь, не хочу их заставлять. Я говорю, я хочу, чтобы они это делали профессионально сами. Вот чем все равно. Какие, я не знаю, вот приезжаешь, когда раз в год можно сказать, да? Нет, я приезжал в феврале был. У меня сына, он выступал в «Снежном снайпере». Я приезжал посмотреть на гонки. Как раз была возможность, там, неделя была восстановительная. Меня отпустили на недельку как раз. Так вот, про «Снежный снайпер». Что, сын серьезно решил, для Тонбаля? Ну, пока есть у него мысли. И я хочу, там, да, есть возможность. Так как это циклический вид спорта, то есть я могу кое-чем ему помочь. Определенными действиями. Гребля нет? Не знаю, он пока не горит. Пока не горит? А, черт его знает. Я же знаю. До сколько лет? 15 будет. Слушай, ну, уже пора, если ты хочешь грибцом. Достаточно и можно и позже. Вот, кто тебя будет обучать и как это будет все подходить. Достаточно хорошо, на самом деле. Он потом выступал после «Снежного снайпера». Это же, получается, среди детей непрофессионалов. Он потом выступал среди своих сверстников, и он был пятым. Это вы, ребята, в училище? Да. То есть это, на самом деле, довольно-таки хороший результат, при условии, что он там, ну, накосячил только на последней стрельбе. Не накосячил, был бы третий. Футбол сегодня во второй части программы. На прошлой неделе игра номер один в Беларуси несла серьезные имиджевые потери. Главная команда страны получила беспросветное 0-8 за два матча. Молодежка умудрилась проиграть мальцем. Впереди Еврокубки, и мы начинаем присматриваться к нашим представителям. Особое волнение царит в стане Ислачи. Их заслуженный дебют в Лиге конференции откладывался из-за договорных матчей. Но теперь путь свободен. Есть ли ресурс, чтобы усилить команду? Историческое событие для Ислачи состоялось на прошлой неделе. Клуб получил официальное подтверждение из УФА об участии в Лиге конференции. И заодно приглашение в НИОН на жеребьевку. Но пока в команде стараются не забегать вперед и бороться с теми проблемами, которые есть. А их немало. В плане травмированных, в плане кадровых, да, то есть в плане еще шлифовка игровых. У нас куча вопросов. Вот и опытный Александр Макась за матчем Волков против Гомеля наблюдал с трибун. А на следующий день форвард сделал операцию. И о сроках возвращения пока сложно говорить. Там будут, да, хирургически мешать колено какое-то, поэтому, ну, в любом случае это, ну, это серьезно, да. Это серьезно для футболиста, тем более в возрасте за 30. Это всегда даже какая-то, если она маломальская, то она достаточно, ну, такая, с осторожностью, да, взешь этого. Активные поиски потенциальных новичков спортивный директор Александр Боченок ведет лично едва ли не со старта сезона и анонсирует новые трансферы совсем скоро. Есть и список кандидатов уже на лето, так что, я думаю, пополнение будет. Серьезное, обширное? Посмотрим, дай бог, вы увидите. Не хочется, да, афишировать сейчас. Но ребята есть интересные. Ресурсы есть финансовые? Здесь никаких вопросов нет. Те, которые у нас есть финансы, на эти и приглашаем ребят. У нас, как вы знаете, да, у нас небольшие финансовые, да, там ресурсы, но к нам едут прежде всего развиваться, играть в футбол. Ребята, да, так что здесь все нормально. Если к нам едут, значит, мы уже договорились обо всем. А фамилий никаких и нету. Переговоры идут постоянно. Усиливаться нам нужно, ничего не поменялось. То, что с начала года, то есть сейчас и то, что я вам до этого говорил, да, то есть мы не, в моем понимании, мы, конечно, недостаточно целостны. Но никаких я там не буду называть ни фамилий, ни позиций, да, потому что те ребята, которые есть, они работают на 100%, они как могут, да. Нам, наверное, хочется этот прогресс, чтобы был чуть быстрее, чуть-чуть очевиднее, но никаких претензий, то есть к тому комплекту футболистов, который у меня есть, именно по работе, по самоотдаче у меня нет. Класс, покажем наши, на что мы способны, надеюсь. Главное, чтобы ребята, мы все были дружны и спокойно играли, хладнокровнее нам надо играть, мне кажется, в футбол, и тогда все будет гораздо лучше у нас в игре, в игровом плане и вообще во всем. В любом случае, знаете, мы спортсмены, мы выходим на каждую игру с желанием победить. И тут неважно, там, в Европе игра, в Беларуси, там, на кубок, неважно. Хочется всегда побеждать. Поэтому в каждой игре настроимся только на победу, и до Лиги Конференции еще дожить надо, это еще месяц целый. С местом проведения номинально домашних матчей Ислыч уже также практически определилась. Правда, на момент записи интервью соперника по первому раунду квалификации еще не знали. Первоначально планируем в Венгрии, да, домашние матчи играть, но сейчас 18-го будет жеребевка. На кого мы выйдем, да, как это будет, что-то, еще будем там, да, прорабатывать разные варианты. Но вот есть договоренность, что домашние матчи мы будем играть в Венгрии. Конкретных задач на еврокубковый дебют у стаи Дмитрия Комаровского нет. Оказаться в групповом этапе для команды задача с огромной звездочкой. Зачем вообще такими апеллировать словами, да, вы же видите наше место в турнирное положение чемпионата Беларуси. И мы, в принципе, понимаем, да, ну так, на вскидку, хотя бы уровень чемпионата Беларуси с мировым футболом, да, что-то с европейским футболом. Поэтому, ну, нам, если бы здесь у нас дела бы шли, там, скажем так, легко, тогда о чем-то можно было говорить. А так, пока что я не вижу смысла апеллировать такими фразами. Финансовый стимул тоже, в принципе? Честно, еще не разговаривали по этому поводу. Ну, там в евро платят, я слышал, на клуб и насчет клуба. А так, не знаю. Честно, об этом вообще сейчас не думаем. Все мысли, как сказал уже, о Кубковой игре. А Дмитрий Комаровский, к слову, в матче против Гомеля вернулся на тренерскую скамейку. Апелляционный комитет удовлетворил протест наставника и его помощника Дмитрия Макара, отменив трехматчевую дисквалификацию. И новую отбывать так же не пришлось. Насколько я понимаю, это не рядовое событие, да. Поэтому спасибо, что люди все-таки разобрались, да, в ситуации. Но и здесь стоит отметить то, что и федерация пошла на встречу, потому что у меня было еще два матча дисквалификации. И они, в принципе, учли эти матчи, мной пропущенные, как уже выяснилось, да, хотя я это и знал. Не обоснованно, да, то есть они учли их в ту дисквалификацию, которая была последующая, то есть, которая, и поэтому я сегодня мог присутствовать здесь. И как раз в этом поединке «Волки» прервут неудачную серию после поражения от Немана в финале Кубка страны и Нафтана в первенстве. Валерий Синько в этот вечер оставит «Южан» без очков. 1-0. Они заслуживали поражения. В крайнем случае, это ничейная игра. Плюс, ну, знаете, нам, нам, на этом поле играть очень тяжело было. Мы просили ребят упрощать, но, не знаю, наверное, подсознание у них уже сидит, так не играть так, не играть эту длину не нужную никому. Но здесь нужно было играть так. Ислач – хорошая команда, которая здесь играть, ну, очень сложно. Вот. Мы не уступили ни функционально, там, ни в плане футбола, ни в чем. Да, мы там допустили одну ошибку, которая привела в гору. Ну, сами не забиваем, проблема не с тобой. На ваших экранах результаты всех матчей тура лидеры синхронно побеждают. «Динамо Брест» старается не отпускать тройку в отрыв, и с теннисным счетом 6-1 громит в Небор. А вот «Славия» не побеждает уже в шестом туре к ряду. Мазыряне на пятой строчке и до первой команды «Торпедо Белас» 10 очков. В двух пунктах от автозаводцев «Неман» и в трех «Минская Динамо». У Минска по-прежнему ни одной победы в розыгрыше. Шахтер не знает виктории в 11 встречах к ряду. Спастись от понижения горнякам едва ли удастся. Старт 13-го тура в ближайшую пятницу, а центральная игра вечером в воскресенье. «Динамо» в столице примет «Неман». А теперь поздравим чемпиона Беларуси по мини-футболу. Столица выиграла свой шестой титул. Серия против ВРЗ закончилась в максимально короткие сроки. Уместилась в три матча. Заметим, «Минчане» защитили титул, выиграв первенство страны третий раз подряд. А тенденцию ВРЗ уже непонятно, как и объяснить. Команда восемь раз подряд выходит в финал и там проигрывает. Ситуация уникальная. Остается только гадать, что лежит в основе такой серии. Невезение, недостаток мастерства или сознательное нежелание выходить в Еврокубке, которая требует дополнительных сил и средств. Кто сейчас? Мы чемпионы! Победа! Кто сейчас? Не сказал бы так, что удобный соперник. Они очень сильная команда. И просто так складывается, наверное, судьба. Отдал на Еремина. Еремина обыгрыш. Удар! Блок вынос своего жилого! Ой-ой-ой! Какой гол! Вот он! Блок Шимановского. И что делает? Человек, которого героем матча чуть ли назвал Александром Метлушко. Александром Метлушко! Саша! На самом деле они очень сильные. Если они будут так продолжать, то рано или поздно они добьются своего там выигрывать чемпионата. Они молодцы! Наверное, чуть-чуть столица была сильнее, нас они победили. Чуть-чуть, да, в каждой игре где-то. Наверное, поэтому они были сильнее. Надо работать просто на моменты. Те-то людей были посильнее. У нас получилось проблемное состав. У нас выпали столбы. У нас выпали, как бы, наши основные. У нас выпала первая четверка. Я не знаю, должен или нет. Есть у меня руководство. Понимаете, задачи выполняю. Как решить руководство здесь? Я одно могу сказать, что команде «Лэрзиэр» всегда желал и желаю только добра и просветания. Что ж, на этом у нас все на сегодня. Агентство теленовостей представляет проект «Спорткадр» на «Беларусь-5». Еще увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова